Прежде всего, состояние тела определялось тем, что человек ест это и обусловило проявление магической кулинарии, то есть соотношение продуктов, которое может вести к проявлению божественного в человеке или просто его уничтожить. Большую роль при составлении питательных рецептов играет соотношение ингредиентов, входящих в состав пищи. По ведическим представлениям, все нас окружающее, в том числе и сам человек, есть набор колебаний вибраций, поэтому какое соотношение колебаний мы получаем с пищей, такие мы имеем способности. Если вибрации, попавшие к нам в организм разрушительные, мы можем отравиться обычной пищей или получить осложнение на каком-либо орган без видимой причины. Если же соотношение вибраций жизненно или разумно или божественно, мы, соответственно, получаем усилием своей жизненности, разумности и божественности. Магические соотношения, как разрушительные, так и созидательные, приведены в беседе о Свароге и Кащее Бессмертном. Не последнюю роль при приготовлении пищи играют способы ее обработки и выделяемые при этом человеком-поваром эманаций. Иногда у человека прорезается зверский аппетит, и он ест все подряд, но в действительности ему не хватает не количества пищи, а просто эманаций радости или любви. Попробуйте перед тем, как съесть приготовленную не вами пищу, проработать с ней. Вспомните что-нибудь приятное или подумайте о человеке, которого вы любите, и вы заметите, как резко сократится ваш рацион. Не случайно в древности пищу во время праздников доверяли готовить самым лучшим и уважаемым людям – жрецам. Кроме пищи, влияющей не только на здоровье, но и на события, в большей степени на будущее оказывают наши поступки.